Сегодня я хочу в двух словах поговорить про 30-й, дав про 30-й лист трактата Баба Батра. И здесь много деталей, похожих законов на то, что мы уже обсуждали на предыдущих уроках, а именно, когда человек находится на какой-то земле или в каком-то доме, и его спрашивают, что ты здесь делаешь, предыдущий хозяин, например, спрашивает, он говорит, я у тебя купил, в зависимости от того, что именно он говорит и как это сказано, бывает по-разному, какой будет закон, я просто несколько примеров приведу, конечно, это все редко может иметь прямое отношение сегодня, но тут у меня нету никаких особых идушин, чтобы что-то рассказать особо интересное на эту судьбу, но не хочется пропускать ни одну страницу, поэтому везде стараемся с вами хоть что-то обсудить. Например, человек говорит другому, что делаешь в этом доме? Он говорит, я у тебя это купил и уже три года здесь живу. Мы сказали, если живешь три года, то тогда мне нужно даже сохранять больше деловые бумаги, у тебя теперь хазака. А он говорит, что он очень далеко находился все это время, поэтому не знал, ему не было возможности, так сказать, публично заявить, что эта земля моя и я ее никому не продавал. Потому что, как мы видим, в этом способ остановить хазаку, если ты видишь, что кто-то живет на твоей земле, завладел твоим домом или другой недвижимостью, нужно сообщить публично, что этот человек у меня ее украл, это моя земля, я ее не продавал. Вот он говорит, я вообще-то далеко находился, мы уже подобную идею имели. А новый жилец говорит, но я же знаю, что ты приезжал, вот у меня свидетели, что ты приезжал сюда на 30 дней в году. А тот говорит, я все это время занимался тем, что продавал что-то и не мог уследить за тем, что ты живешь теперь на моей земле. И на это, говорит, Рава, мудрец говорит, что да, таки, это возможно, это вполне приемлемое утверждение. То есть получается, что в такой ситуации хазака не работает, если предыдущий владелец не имеет возможности сделать маха, протестовать, так сказать, нового жильца. И также другая история, что какой-то человек говорит, что ты делаешь на моей земле? Он говорит, я вот такого-то, такого-то купил, который сказал, что он купил у тебя. Так этот говорит, я ему ничего не продавал. Во всяком случае, по твоим словам, получается, что ты согласен, что земля раньше мне принадлежала. Ты говоришь, что купил там у такого-то человека, который у меня купил. Значит, ты согласен, что это моя земля была. А я говорю, что я ему не продавал, он вор. Он тебе продал чужую землю. Сегодня такое происходит тоже, какой-нибудь там черный риэлтор, кажется, называется. В общем, люди, которые продают чужое, а потом кто-то заселяется, а приходит настоящий владелец и говорит, я вообще эту землю никогда, я этот дом никогда не продавал. Вот, опять же, в данном случае тоже Рава постановил, что да, это вполне разумное утверждение, раз этот человек не утверждает, что он купил у предыдущего, у этого владельца. Он говорит, что он купил у других людей, а согласно словам предыдущего владельца, он им не продавал, тогда эта продажа бесполезна, да, он купил мне у владельцев. Вот еще пример. Опять же, человек говорит другому, что ты делаешь на этой земле? Он говорит, я вот такого-то, такого-то купил, и уже три года, так сказать, на этой земле, да, хазака у меня есть, что я три года на ней работаю. А тот говорит, нет, этот человек вор. Опять же, он не мог тебе продавать эту землю, это не его земля, это моя земля. А тогда новый, новый хозяин говорит, на самом деле я видел, я могу доказать, что, у меня даже свидетели есть, что я тогда спросил у тебя, покупать ли мне эту землю, и ты сказал, иди покупай. А на это предыдущий владелец говорит, что потому что я не хотел иметь дело с этим человеком, вором, потому что с ним очень тяжело, он опасный человек и сильный человек, я с ним не хотел иметь дело, поэтому я тебе посоветовал купить, чтобы теперь с тобой судиться, что на самом деле это земля моя. Так вот, даже это оказывается вполне разумное утверждение. Вот, это мы здесь пытаемся обсудить, связано ли это с мнением адмона, так называемого, который мы когда-то обсуждали в конце трактата Китубот, я сейчас не буду вдаваться в эти детали. Всяком случае, вы видите некоторые примеры из подобных вот аргументов, но я не пытаюсь здесь вдаваться, конечно, что здесь много пилпула можно обсуждать, и я оживил, что у нас начались страницы рожбама, поэтому видите, какая здесь ситуация, что маленькая гемора и огромный рожбам вокруг все это подробно обсуждает. И я на этом закончу, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.